Би-мама Доброе утро У нас 6.30 утра и мы собираемся в дорогу Сейчас доедим пыквенный пиок И выезжаем на Белую Церковь И да, это Би-мама Мы едем в село к моему папе Сначала едем в город Собрала документы все возможные Потому что мне нужно попасть в пенсионный фонд Мне нужно зайти к нотариусу Нужно вступить в наследство Я еще вообще не понимаю С какой стороны это все распутывать И никогда этого не делала Благо папа написал завещание Это немножко упрощает мне жизнь Когда-то в 2016 он мне его привез Я ругалась на него Говорю, ты что, дурной, зачем? Ты еще вообще куда собрался? Куда? Ты что? Наругалась, наругалась Он говорит, пусть будет Но он был прав Сейчас, конечно же, проще от того Что это завещание есть Дальше посмотрим Я расскажу Потому что, к сожалению Кто-то достолкнется с этим Но, во всяком случае, в Украине Будете знать, из чего распутывать это все Конечно, малоприятно Я сначала с утра проснулась Кушать собрать Привести себя в порядок Сделала гофря Потому что два дня Вряд ли смогу помыть голову Думаю, чтобы хотя бы ее хватило Чтобы хоть какой-то вид был Накрасиваться Думаю, зачем? Ну ладно Будет как будет И я сегодня еще Мы едем в Белую Церковь Берем большую машину Спринтер И поедем с Белой Церкви Уже в сторону Староконстантинова Это такое приключение, конечно Для меня Потому что мы еще не ездили Такой большой машиной Ну, будет как будет В общем, что же я вам Спойлеры все рассказываю В процессе все расскажу Выезжаем из Киева В Белую Церковь И будем через 45-50 минут Ну, у нас так резко похолодало Минус 2 Мы сейчас едем тут 0 Но в городе было минус 2 И оно так ощущается У меня очень теплый пуховик Кстати, спрашивали в комментариях Эта фирма называется Это украинский производитель Называется Биллиони Это натуральный гусиный пух У меня две такие пурточки Зеленая и коричневая А зеленая коробка Это бинная В ней очень тепло Я не мерзла в ней И в минус 10 Но Сейчас я как-то ощущаю Может, вы иначе Когда резко меняется погода И организм еще не адаптировался Потом в минус 2 Или в 0 Для него будет Фу, какая теплая на улице сегодня А тут сейчас так Вух Проход на мастер Включил себя в огре в сиденье Едем, разговариваем Дима слушает в ушах В наушниках Сибириуса Классический Сибириус Сибириус Прости меня необразованную Темную женщину Прости меня О себе Ладно, все Забыли, проехали Мы иногда слушаем Классик Мы разную музыку Слушаем в машине Ехать там еще далеко Разговаривать Есть о чем Всегда Несмотря на то, что мы уже 15 лет Вместе Даже больше Нам всегда есть о чем Подруги Мы любим куда-то ездить Любим быть в дороге Разговаривать Наблюдать за всем Это будет очень новый опыт Потому что действительно Мы будем ехать туда На бусики Назад будем это все Вести груженным Но будем ехать аккуратно И не спеша Нам надо забрать все, что возможно От папы И привезти это все К нам в село Посмотри, машина в снегу В снегу Боже, да, точно Прикольно Видимо, за городом Она здесь Как бы Уже что-то заморозки Удал Да Как же мне помогли Мои дяди Боже мой Я так благодарна им Они за нас решили Огромное количество вопросов Вплоть до того, что Они все Овощи с огорода Они все перетащили Мешками в погреб Сложили у папы А там погреб хороший То есть все готово На любой наш момент Когда мы приедем И заберем И еще и помогут Там все И привести в порядок И все погрузить Так что Замечательно Что это так Ладно, едем Заскучим Успеем кофе Не успеем Те лица попить Не знаешь Посмотрим Сейчас Да сейчас Скажем, Ленке же Мы кофе не попьем Знаешь, сколько крика будет Ленка уже, кстати Тоже моя Выходит из карантина Ковид, да Но непонятно Кто ее заразил Может быть я Когда мы ездили на похороны Потому что Огромная вероятность того Что я все-таки Переболела Второй раз ковидом Сейчас анализирую Я думаю, что скорее всего Так и случилось Но это исключительный случай Это не значит Что вы будете болеть Если болели Потому что У меня настолько упал иммунитет Я пластом лежала Ребята Очень долгое время И долгое время До этого всего Основного стресса До того, как папа умер Я была на антидепрессантах Причем приличных антидепрессантах Но чувствовала я себя Уже тогда неважно И заболела я 2-го числа Когда мы возвращались в похорон И мы-то в машине ехали без масок Так что возможно Но Лида не болеет У Лиды тест отрицательный Потому непонятно Ничего не возможно сказать Далеко не факт Потому что это было второе У нас может Это просто гриб Да ну и не делай Я думала, что это было оно Ну было и было Ну слушай Ну прекрасно Ну все Было и прошло Закончили с этим Совсем Слава Богу И надеюсь уже Третьего раза не будет Так Точек входа миллион Переболеют скорее всего все Дай Бог Пусть он был тихом А у вас есть такое Вот мы едем Я обратила внимание Что у нас много сел Вот так отгорожены Такими панелями Это и звукоизоляция Видимо были Чтобы детали не летели в окна Ну камушки Гравий И так далее Ну специальные панели Потому что Томерской трассе Они там тоже полностью везде Забежали на кофеечек Быстренько глотнуть бутербродик И бежать дальше Ну нечего шкушить Очень быстро просто Вкуснятина Ну я целый поеду А это леннен кот В которого выстрелили Из воздушки И где-то вот здесь Вот в спинке Видимо повредили позвоночник Потому что он не ходит Ножки у него вообще Вот такие вот Телепаются совершенно Бедненькие на пеленке Какая-то тварь Вот я не знаю Это невозможно Не объяснить Не представить себе Что должно быть в голове У человека Который дважды Выстрелил в животное Боже, зайчик Лапы двигаются Смотри Чуть-чуть Да, лапы двигаются Встать на них Встать на них не можно У него вот это вот здесь Вот оно Провал такой Он может сидеть Он даже пытался На этих двух ногах Убежать И даже на улицу Уже переживали Думали, что он куда-то Собрался умирать Но нет У него просто было Истерическое желание Спрятаться А ему вырезали Эти пульки, да? Да Лежишь ходить Опять С машей Тут какая-то Шрамина, да? Ну да В основном Осталось дырочки Так, а у него С двух сторон выстрелы Или с одной? Да, с двух сторон Как, как? Это вдвоем стреляли? Боже мой Меня там не было Я не знаю Сложно себе участвовать Да Укаты обычно Убегают быстро Тут, конечно Мы вообще просто Не можем представить Что такое Теоретически возможно А это А, это просто пеленки, да? Лена купила коту Подгузники И уже выбрала ему Инвалидную коляску Господи боже Еще бедный Может еще встанет Ты узнает Ты паспорт отжала Моего мужика? Там поменялись Решили поменять Мы взяли Вот такую машинку Чтобы все в нее Поместилось Поместится ли все Еще неизвестно Но будет видно Во всяком случае Это больше Чем вот это И другого варианта У нас нет Погнали Ну, здесь в этой машине Конечно удобнее Рука помещается Снимать Обзор лучше По поводу Лены Нового кота Ребята Это, конечно Трэшак Трэшовый И это Ну, это Член семьи Это любимое животное Лена, конечно Жутко была расстроена И на фоне Всех новостей И всего, что происходит Еще и год пришел На двух лапах Вообще красотка Куда деваться? Ищут варианты Как отличить ему жизнь И надеяться на чудо Ну, вы видели Он ногами немножечко дергает Очень малая надежда Что он встанет Потому что там у него Прям такой прогиб Кром прогиб на спине Видно, где Вот оно уже дальше Ничего не работает Он бедный на пеленку ходит Ну Даже Ничего мне комментировать Это ужасно А нам ехать Наверное, часа минимум три Посмотрим, как будет Тут надо еще Диме приловчиться Ну, ему, конечно Это все шутка интересно Что ты там орал мне только что? Девушка, передаем за проезд Едем, шутим Разговариваем А на улице уже такая Осень-осень И почти зима Лебеди Ну, вам не видно, наверное А нет, было видно Только, что их целая куча Красивое Стальное такое озеро Заморозки На почве уже снег лежит Ничего себе Как быстро Ну, а В принципе, что быстро Мы не поняли Осень И вообще мы ее не увидели В сентябре я заболела коронавирусом Я выздоровела Заболел папа В это время заболел Дима Заболела мама Потом папа умер И как-то она все вот так вот так вот так вот так И уже почти зима Да, как-то осень вся пролетела мимо совершенно у нас Вот мы и приехали Идем к нотариусу Нотариус оказалась занята Сказала прийти нам через полчаса Она оформляет какие-то документы Мы решили сначала сходить в пенсионный фонд Благо он здесь рядышком Вот сейчас и узнаем Все ли документы у меня есть Ой, привет староконстантиновне Пришла в пенсионный фонд С самого утра ничего не оформляют Не работает программа бубных Что с интернетом Офигенно У меня один день на это Придется опять завтра ехать С надеждой, что они починят А делают ли они что-то, что починят? Очень маловероятно Я уверена в этом Зная Просто ждут Колыпу пустить Дима пошел спросить Может роутер им перезагрузить вручную Так уже обыкла от этих таких Хотя женщина очень милая В пенсионном Ей очень все подробно объяснила Ну я это все знаю В принципе у меня все документы для этого есть Я по сути могу получить Допомогу на похоронение Это помощь на то, чтобы похоронить человека Ну ее получают потом обычно Это в размере двух пенсий Ну это как помощь Маленькая, но все же Ну у людей пенсия разная В конце концов А еще одну пенсию я получу аж в январе Что дим? Не, там все пробовали Там Там У нас 6 камер тут За нами следят Нам нельзя Мы уже звонили в техническую поддержку в Киев Мы все перезагружали Все что можно было Ничего не работает Вопрос Проблемы у провайдера У него какие-то там идут работы Интернет не работает Офигенно А программы загружаются Потягиваются Через интернет Вот такая вот беда Побежали к нотариусу Так нельзя, блядь Нельзя Ну мне уже все можно, наверное Ладно Сделаю как цивилизованная женщина Боже, мы-то казалось бы Шли не быстро Но у меня такая дышка Ничего Пройдет Мы сейчас внутри шлим Потому что Там нотариус составляет документы Сказал полчаса подождать Мы подождем полчаса Это не весь день И ну тут по крайней мере теплее Ну еще очень холодно И идет дождь Оформим Потом расскажу Какие документы пригодились Какие нет И что мне было для этого нужно Но я уже вижу Что просто не будет Не врахована Не, не, не А что это Андрей Васильевич? Это человек А тут не было 5 лет Есть 5 лет А девочка Это девочка Он не нравится Его пенсия и ваша Водим чапсортал Да Будет Не знаю Чи сегодня получится Но дело в том Что я просто подивлюсь Чи вона такая Значит То есть Что ж Спасибо вам Ви не є валютно Ви не ебалі Ещеじ Снёrine Ви сняли Ви б潮 green мы это сделали мы взяли эти справки уже какой же там нерв какие же там все злые все переругиваются хотя девочки не старается так качает а это срывается то становится очень сильно вежливыми опять боже мой очень сильно видимо им сочувствует там просто мы понаблюдали сначала смочила психовать а потом посмотрела с кем им приходится общаться насколько сложно людям возрасте объяснить все почему уж мужчина кричит дайте мне справку о доходах жены мы не можем вам ее дать без дуру до ручни доверенности она лежит в больнице в киеве в госпитале ну так нету доверенности так позвоните и хотя бы мы с ней поговорим и узнаем как можно передать доверенность мы украли телефон боже мы здесь причем нет он орал матерился кричал они не могут дать ему эту справку о доходах потому что с ней можно взять кредит но нет он не сдавался он собирался эти к мэру когда мы не чеку к мэру он собирался эти дима это мэр разбираться с тем как девочки плохо работают так что я конечно им не завидую но она потом все взяла все тихонечко сделала спокойно мне объяснила две пенсии я получу по этому пакету документов а третья пенсия папа умер просто 1 ноября это получается следующий месяц еще одна пенсия должна быть но я получу либо в декабре придя с пакетом тоже документов она мне написала что я чуть позже все напишу это расскажу сейчас не помню либо же когда буду вступать в наследство через полгода и тогда уже приду она мне нотариус даст какую-то бумажку что я вступила в наследство и тогда через них как это все дальше получается там уже буду распыта сейчас у нас следующий квест мы едем на центральную почту попробовать успеть до пяти вечера получить эти две пенсии я так не хочу завтра сюда опять ехать но посмотрим сложно предсказать староконстантинов это небольшой городок когда-то был на 40 тысяч населения сейчас не знаю такой достаточно спокойный военный здесь не меньше трех воинских частей две реки девять школ маленький спокойный город здесь хорошо проводить детство и стареть по поводу молодежь не знаю как кому удобнее мне здесь было тесно и неинтересно и потому я всегда мечтала отсюда уехать но люди живут мама моя очень любила этот город многие здесь вполне себе счастливы каждому свое такое эпичненько и место это почта она находится в центре возле круга пойду я на почту попробую получить эти пенсии эти деньги которые полагаются на похороны которые выдаются государством виде двух пенсий я получила в течение двух минут и спасибо за это пока нет музыки а он же начинает разговаривать в этом еще такая классная каташка лёшка посоветовала ты лёша да 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 я посоветовал да привет мы с лёшкой дружим за скольки ли можешь станет привет передать жене можешь передать привет как раз сейчас жена привет тебе кстати вот они канал все очень просто я оставлю ссылочку зайдите посмотрите мы в староконстантин и все еще допиваю кофе и посидим с ножкой по тренде мы уже миллион лет не виделись и поеду дальше уже все теперь можем ехать с лёшкой посидели поговорили боже да мы мне кажется еще бы часов 10 сидели говорили надо чтобы они как-то в гости приехали к нам в киев лёшка это моя ранее молодость совсем как молодость юность мне было лет 16 когда мы подружились и дружим до сих пор и общались боже сколько всего в жизни было так классно всегда когда мне нужна помощь по любому вопросу лёша а там и как как пройти то как найти вот это а это а пенсионный фонд а а какого нотариуса тик 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 фотографики куда пойти еще и дорожечка как туда пройти прекрасно спасибо большое все там уже нас очень штуки мы ты выстраиваешь по гугл карте я могу тебя до села довести я уже все поехали мы в гости не хочу ночевать в папином доме ребят не знаю я не могу потому покажу вам его уже днем завтра потому что ну и там она обогреватель не включим не знаю где что там нет обогреватель а мы его забрали там есть группка как это называется по-русски печь ведь не печь маленькая печь какая-то такая ну такая знаете которая узенькая которую топят называется у нас группка называется она но и мы не сможем ее растопить не дай бог что-то где-то не откроем еще там сквакнемся так что нет в общем вы поняли совсем не хочу поехали лучше открыть и ларисе это дороге конечно здесь не ахти нам еще не так долго ехать по самому через минут 15 20 уже будем на месте мы приехали к диде то ли стоит ларисы сели за стол и сколько мы часов проговорили дима до часа 45 и вообще не заметили как прошло время я оставила конечно же это все за кадром я не была здесь наверное лет не знаю сколько лет 15 мало что изменилось так приятно так приятно пообщаться поговорить родные такие сейчас мы ложимся спать после завтра у нас очень непростой день поедем туда папе будем грузиться будем решать что делать что забирать что не забирать что делать с курями с котами ой много там есть нюансов которые надо будет решать завтра на сегодня можно просто лечь поспать отдохнуть набраться сил мужчина вы уже ждете меня иду к тебе на нам завтра на вставать